Всем привет на канале Александр Эмбрест Это минутка вандализма Сегодня к нам в минутку вандализма попал подъезд Бош не оригинальный, я хотел сказать С довольно интересной поломкой 2.26 Давайте взглянем на это чудо поближе Значит, непосредственно при вскрытии Меня немножко насторожили Куски вот алюминия Которые валялись внутри корпуса редуктора После того, как я все это дело достал Я немножко удивился Потому что Вот так вот все это выглядит Для тех, кто не очень понял Вот это и вот эта деталь Должны как бы быть одной деталью Это корпус алюминиевый редуктора Ну и как бы деталь вообще это особо не летит Ну по крайней мере в оригинальных перфораторах А в данном случае ее просто-напросто размолотило к чертовой матери Реально на куски Лепота просто Если вы уже разбирали перфораторы в своей жизни То я думаю, всем понятно, что гильзе Которая, типа часть ударного механизма Тоже пришел каюк Так Вот это подостаем И вот они уши от нашей гильзы валяются Прекрасно Упор для пружинки На которой стоит ведомая шестерня Просто спилен Так, ну это понятно В мусорку Как ни странно, ведомая шестерня целая Нифига себе Пьяный подшипник целый А теперь для наглядности Просто чтобы было с чем сравнить Вот это вот корпус редуктора В здоровом перфораторе Вот это вот в нашем То есть верхнюю часть Вот эту вот Просто снесло И расколбасило Крутяк Теперь возьмем нашу растровую И взглянем внутрь Судя по всему Здесь нас ожидает Еще один шедевр Давайте достанем Содержимое Если сможем Ого С помощью молотка, отвертки И какой-то матери Я выдернул из растровой Второе ухо И даже гильзу Она естественно Вклинившая Блин Ухо Ухо Тяжело идет Товарищи Если у вас с механикой Что-то такое происходит И вы продолжаете работать То как правило Механика вшатывается Очень быстро И значительно сильнее Вот сейчас В данном случае Мы наблюдаем Просто расклинивание Гильзы В растровой втулке Из-за того Что ее расклинило Вот такая вот фигня Тяжело достается Ой, почти вышло Ура Получилось Естественно Сняли стопорку И давайте посмотрим Как у нас ударный болт С ловителем поживает Ударному болту Тоже кипос Весь редуктор У нас в красивой Алюминиевой стружке Все как полаген Но это естественно Далеко не все Когда наш корпус Переломился Естественно Вся механика Немножко так перекосилась И к примеру Переключать наши режимы Между ударом Ударом со сверлением Сверлением Стало проблематично Но это не остановило Владельца Он пытался Со всей силы В буквальном смысле И вот результат Его стараний Испорченный Переключатель режимов Давайте еще разок Взглянем на всю Эту красотищу Переломанный Корпус редуктора Разваленная Вдребезги Гильза Поломанный Ударный болт Напополам Естественно Пропиленная Насквозь Упорная Пластиковая Звездюлька Не знаю Как ее обозвать Пишите в комментариях Как она называется И поломанный Переключатель В принципе Я не уверен Что в этой поломке Стоит винить владельца Если не считать Конечно Того Что он купил Этот перфоратор По сути В подделках Вот таких Ударные болты Вот эти Ломаются Довольно часто Корпуса Довольно редко Но блин В оригинале Я вообще Такой поломки Не встречал А не Вару один Встречал Ссылка в описании Посмотрите Видос Знаете Как можно Поломать Такой корпус В оригинале Вот По сути Все произошло На мой взгляд Из-за того Что этот Перфоратор Сделан Из очень Некачественных Материалов Ну как так Блин Вот этот Корпус С ребрами Жесткость Он по идее Должен быть Довольно крепкий А тут Судя по всему Сломался корпус Его перекосило Из-за этого Перекоса У нас Приклинила И разломалась Гильза Ну а ударный Болт Наверное Сам по себе Сдох И кстати Так уж Чисто для затравочки Здесь пыльник Стертый К чертовой матери На патроне Видимо В плотняк К стене Человек работает Ну а мы Хотя нет Подождите Пишите В комментариях Свои предположения По поводу того Как конкретно Могала произойти Такая поломка Вот сейчас Переходим К следующему Экземпляру Нашей сегодняшней Коллекции К шестеренкам От 230 Болгарки Приглядитесь Вот сюда Внимательно Какой интересный Здесь износ Не по всей Площади Зуба А только на Краюшке Грубо говоря То бишь Зазор Просто Ну не какущий Был Не знаю Кто эти шестерни Устанавливал И как Но это просто Полный Пипец Практически Полностью Уверен Что вот это Неродная пара И человек Который Устанавливал Эти шестерни Явно делал Альбы Отчапилися То есть Поставил Иди Делай Что хочешь С той Болгаркой Потому что Шестерни Подошли В корпус Шестерни Подошли По посадочным Гнездам То бишь Оставалось Всего лишь Подрегулировать Зазор Как это Можно было Сделать Просто Под ведущую Шестерню Под маленькую Подложить Какую нибудь Фигню Она бы Приподнялась Чуть выше И в принципе Пистала бы туда Куда надо И зазор Был бы нормальный Реально Это довольно просто Как измерить зазор Да взял кусок Пластилина Ляпнул Вот на эти зубья Да И без смазки В собранном состоянии Крутанул Крышку вынял Ага Зазор не очень Подрегулировал Еще чуть-чуть Шайбочку подложил Да Или наоборот Убрал лишнюю Еще раз Провел такой тест Да Пару раз Туда-сюда Разобрал Но блин В итоге Это шестерни Бы работали Потому что Они реально Подошли Было подрегулировать Твое налево Саня Что ты бомбишь Ты же больше Запчастей продашь Обязательно Пишите в комментариях Каким конкретно Вы способом Пользуетесь Когда выставляете Зазор Допустим В таких вот Конических парах И кстати По секрету У меня в инстаграме Довольно часто Проскакивают Фотки вот таких Штук Которые Не попадают Ни в минутку Вандализма Ни куда В другое место Только там Ссылка В описании Ну а я надеюсь Что у вас все зазоры Выставлены в идеал Что все ваши перфораторы И оригинальные И работоспособные Поэтому подписываемся На мой канал Делимся этим видео Ну и хватит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok